Тема урока «Система уравнений в задачах на работу». В данном уроке будут рассмотрены задачи на работу. В задачах на работу речь идёт, как правило, о какой-то деятельности. Трубы заполняют бассейн, комбайнеры убирают урожай, строители строят дом и так далее. Любая может быть деятельность, иногда и не очень похожая на работу. Но в таких задачах всегда обыгрывается один и тот же набор величин. Величины железно связаны между собой и образуют формулу ключ. Именно этим ключиком и открывается решение любых задач на работу. Разберёмся, из каких же величин состоит формула ключ. Их величин всего ничего – три. Первая величина в задачах на работу – это время. Параметр простой и привычный. Это время, за которое выполняется та или иная работа. Измеряется, как вы догадываетесь, в секундах, минутах, часах, сутках и так далее. Обозначать время мы будем стандартно буквой «Т» большое. Вторая величина – объём работы. Тоже параметр понятный. Сколько сделаны деталей, налито воды, спаха на полей и так далее. Измеряется, соответственно, в тех единицах, о которых идёт речь в задаче. В деталях, в литрах, полях и так далее. Мы будем обозначать объём работы буквой «А» большое. Третья величина менее привычна. Это производительность. Слово может и смутить кого-то. Но, по сути, это просто скорость работы. И всё. Кто-то или что-то работает быстрее, а кто-то что-то медленнее. Обычное дело. Обозначим эту производительность буквой «П» большое. Скорость любой работы, то есть производительность, можно определить как объём работы, сделанный за какое-то время. За единицу времени, литры за час, табуретки за день, пирожки за минуту. Из этих простых размышлений и получается формула для производительности, которую видите на экране. На экране можете увидеть формулы для нахождения объёма сделанной работы и для определения времени работы. На экране можете посмотреть алгоритм решения задач на совместную работу. Ну, давайте рассмотрим данную задачу вместе. Весь объём работы мы берём за единицу. Пусть первый комбайн может выполнить всю работу за х часов. С производительностью, когда 1 делённая на х. Такой комбайн может выполнить работу за у часов. Причём, у разным х плюс 5, потому что первый комбайн может выполнить работу на 5 часов быстрее, чем второй. Производительностью 1 делённая на у. Оба комбайна, работая вместе, имеют производительность 1 на х плюс 1 на х. Здесь мы находим общий номинатинг, получая х плюс х деленное на х стихель. И выполняем всю работу за 6 часов. Время у нас будет равно, это вот рот переворачивается по формуле. Время у нас будет равно 6. По условиям задачи давайте составим систему уравнений. Первое уравнение системы у нас вот. х равно х плюс 5. Второе уравнение системы, вот у нас х на х деленное на х плюс х равно 6. Осталось нам с вами решить данную задачу. Здесь мы умножаем на х плюс у, получаем 6. Дальше первое уравнение системы мы поставляем во второе вместо у. х умножить х плюс 5 равно 6 умножить х плюс х плюс 5. Скобки здесь у меня получаются 2х плюс 5. Здесь раскрывая скобки, получаем х квадратик плюс 5х равно 6 на 2, это 12х плюс 6 на 5, это 30. Все переношу в одну сторону, получая квадратное уравнение. х квадратик минус 7х минус 30 равно 0. Данное уравнение мы с вами можем решить с помощью теоремы Биета. х кроме х do мы с вами помехи. Их х нет, х 2 должно быть равно 7. Проискутение корней должно быть равно минусу 27. Отбираем. Смотрим, свободный коэффициент у нас отрицательное число, поэтому корни у нас будут иметь разные знаки. Отбираем и получаем Ис-1 равен 10 Ис-2 равен минусу 3 Минус 3 мы с вами отбрасываем Потому что время у нас не может быть отрицательным Остается один корень То есть отвечаем на вопрос задачи Первый комбайн работы 1 Может выполнить работу за 10 часов Давайте решим данную задачку Работаем аналогично Весь объем работы мы с вами берем за единицу За х возьмем время наполнения чана через первый кран С производительностью 1 деленный на х Время наполнения чана через второй кран Мы возьмем за у с производительностью 1 деленный на у Наполнение чана первым краном длится 2 и больше Поэтому Ис у нас равен 2 Игрек Оба крана выполняют работу с производительностью 1 Ис плюс 1 деленный на Игрек Здесь приводим к общему знаменателю Получаем вот такую вот тропу И выполняем оба крана работу за 1 час У Supreme задачи Составляем систему и решаем Первое уравнение системы будет Х равно 2 Игрек Второе уравнение системы Х и Y деленное Иг плюс Игрек равно 2 и Ди xy равно x плюс y. Первое уравнение подставляем во второе уравнение вместо x. 2y на y, это у нас 2y в квадрате. Здесь у меня получается 3y. Сюда переношу, минус 3y равно 0. Получили неполное квадратное уравнение, которое мы с вами умеем решать. Отсюда получаем 2 значения. y, y один равен 0. И второе. И второе. Полтора. Этот мы с вами корень отбрасываем, потому что времени может быть не равно нулю. Остается у нас одно значение. y равно полтора. Это время наполнения чана вторым краном. Осталось нам с вами найти наполнение чана первым краном. Подставляем сюда x равно 2y. То есть x равен 2, умножаем на полтора, и это получается 3. То есть время наполнения чана первым краном равно 3 часа. И записываем ответ. 3 часа и полтора часа. И вот так. Итак, ну давайте всю работу берем за единицу. Пусть первый тракторист всю работу выполнит за x число с производительностью 1 деленное на x. Данный тракторист выполнит всю работу за y число с производительностью 1 деленное на y. Два тракториста работая вместе с производительностью 1 деленное на x плюс 1 деленное на y выполнят всю работу за 48 часов. По условиям задачи. Если тракторист всю работу выполняет за y число, значит половину работы он будет выполнять за x пополам часа. С такой же производительностью. Аналогично второй тракторист. Половину работы он выполнен за y пополам часа. С такой же производительностью. И составляем систему уравнений по условиям задачи. Первое уравнение системы вот у нас. Работая вместе, они работу сделают за 48 часов. А если половину поля спашет первый тракторист, а потом оставшуюся половину второй тракторист, то они за тракторист взяты на всю работу за 100 часов. Вот мы с вами создавили систему уравнений. Осталось нам с вами ее решить. Давайте второе уравнение умножим на 2. Первое уравнение мы с вами на x плюс 1 деленное на x. Получаем xy равно 48 умноженное на x плюс y. Здесь мы получаем x плюс y равно 200. Из второго уравнения мы с вами выражаем их рик и подставляем во второе уравнение. y равен 200 минус x. И подставляем сюда. x умножить на 200 минус x равно 48 умноженное на x плюс 200 минус x. x минус x у нас взаимно уничтожается. Вот здесь открываем скобки. И получаем 200х минус x квадрате равно 48 на 200. Это у нас 9600. Все переносим в одну сторону. Получаем квадратное уравнение. x квадрате минус 200х плюс 9600 равно 0. Снимаю! Решаем кройки арендика и сразу сумма парней должна быть равна 200. Произведение как ней равно 10600. Здесь положительные числа, значит, корни у нас имеют одинаковые знаки. Подбираем. Получаем. Первый корень у нас 120. Второй корень 80. 120 плюс 80 это 200. 120 умножить на 80 это 9600. Ну все. Подставляем. Находим Y. То есть время выполнения работы вторым трактористом. Но если X1 равен 120, то Y1 равен 200 минус 120 это 80. X2 равен 80, тогда Y2 равен 200 минус 80 это 120. И записываем ответ. То есть первый тракторист может выполнить работу за 120 часов. Второй тракторист может выполнить работу за 80 часов. Выполненные домашние задания подписываем и отправляем на электронный адрес указанный в конце урока. Продолжение следует... Продолжение следует...